всем привет с вами юля сегодня понедельник 15 февраля и я начинаю снимать новую рукодельную неделю и как вы видите я опять к вам с моими львами не получилось у меня вчера завершить эту работу остался вроде бы опять же небольшой такой фрагмент но здесь тоже около полторы тысячи полукрестика я совсем немножко вчера повышевала даже не знаю с чем это связано вроде бы целый день я планировал заниматься этой вышивкой и время было но на радостях что у меня целый свободный день я и видео снимала я и занималась какими-то другими подготовительными моментами к вышивке потом созванивалась с девочками по скайпу вконтакте общем день был такой очень очень общительный наверное это связано с 14 февраля у всех был очень большой избыток любви и необходимости в общении и вот целый день я провела практически на телефоне поэтому львам досталось очень очень мало по существу но ничего эта неделя у меня все впереди сегодня я буду заниматься другими проектами так как у нас началась игра вконтакте в рулетку и на сегодня нам выдали первое задание кстати хочу показать вам какие процессы у меня будут участвовать в этой игре и что я сегодня буду вышивать все работы в кадр сразу не помещаются поэтому буду показывать вам по одной работе и так смысл нашей игры состоит в том что у нас там две рулетки в одной рулетке мы выбираем работу которую будем вышивать автора нам определяет количество крестиков данную игру у нас идет кристина внукова у нас организаторы затенется по различным таким играм и в этой игре участвую три процесса вот я вам покажу все мои три процесса ну во первых это мои зимние радости будет шанс у них постепенно вышиваться чтобы в концу году потихонечку прийти к финишу очень красивая яркая работа многим она пришлась тоже по сердцу и я знаю что девочки ждут отшива ты мне самой хочется ее потихоньку продвигать вышивать вот поэтому она у меня заявлено в нашей игре дальше дальше у меня также в игре участвует набор от фирмы джанлин 4 сезона птиц здесь я буду вышивать вот этот дизайн весну вот таких вот птичек ну и то что у меня есть на основе на сегодня вы видите здесь всего ничего совсем немножко крестиков и не предстоит конечно поработать с этой вышивкой и эта вышивка также будет участвовать в сп райский сад в рулетке я выше только один сезон сезон да а в нашем проекте буду вышивать уже все остальные сезоны аиду я здесь заменила на основу от фирмы обельхорн ева двадцать восьмого каунта соответствует 14 вот такая вот очень интересная основа и первые стежки у меня здесь выполнены как бы серединку я себе отметила но теперь буду как-то представляете кюс на пике пойду в лево вышивать все-таки весну как и хотела самого начала а я хотела вышивать зиму начну с весны в общем с этим сюжетом у меня такая история туда-сюда есть не бегаю и на этой неделе у нас выпала тема весна 2000 крестиков поэтому я сейчас буду готовить именно этот процесс и буду вышивать моих птичек любимых замечательных этот дизайн я вышиваю по саги у меня есть схемка но как я говорила я все проверяю сверя потому что есть конечно расхождение и саги и в цветах поэтому все нужно проверять поэтому сегодня я хочу повышивать именно эту работу отлиться немножко он моих львов очень тяжело и нудно вышивать постоянно только полукрест вот скорее всего завтра сяду за львов а сегодня займусь птицами это хочется каких-то цветочков каких-то птичек чего-то яркого хочется уже в общем-то весны и третий третий дизайн третий дизайн это ты я гувернер монограмма тоже его туда записала мои цветочки здесь у меня ну где-то 40 процентов вышита вышивка на льне вот такая красота тоже я надеюсь что смогу потихонечку завершить этот дизайн и сделать подушку вот такие у меня здесь новости я отправляюсь вышивать и с вами увидимся когда у меня появится уже какие-то продвижения и так сегодня суббота у нас какое на сегодня число 20 20 февраля уже боже мой уже февраль месяц подходит к своему завершению как так происходит и что хочу вам показать во-первых хочу показать мои успехи по нашей игре в рулетку в группе вконтакте я напомню что на этой неделе выпало нам вышивается тему весна моем случае это дизайн набор фирмы джадлин 4 сезона птиц я в этом в этой игре вышивая весну и выпало выше 2000 крестиков глядя вот на этот дизайн вообще нас на эти все четыре дизайна кажется но небольшая такая работа очень простая тут что-то цветочки птички все очень просто быстро бери рассрался и вышивай и я так действительно и думала что все так и будет и когда приступила к вышивке я была удивлена удивлена всеми этими сложностями которые скрываются на первый взгляд в таком простом сюжете и сложности эти конечно же в схеме так во первых хочу вам показать рассказать что у меня мой процесс переорганизовался он у меня нарядился на прямоугольные пластиковые пяльцы от норги все вышивают модные рукодельницы и вот я теперь тоже с этими пяльцами мне кстати очень понравилось и вот такой яркий чехол вот моей феи рукодельной крестной феи до волшебной вот такой тоже чехол магнитик новенький в виде такого яркого листочка в общем у меня здесь все по теме все очень 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 организовано и что по процессу давайте немножко приближу покажу вам поближе мои крестики и так поближе мои крестики хочу показать что я здесь успела вышить это вот такая вот рамочка и вот здесь вот цветочки намечается уже гнездышко я вышивала два дня за два дня мне удалось вышить тысячу крестиков это очень мало потому что два дня это два хороших вечера я сделаю вышивала эту работу это очень очень сложный дизайн даже по саге потому что здесь очень часто меняется нитка 2 может быть это три четыре пять крестиков среди них будут еще три четвертые креста нужно менять нитку и это все такими пятнышками какой-то разброс 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 я вышиваю вышиваю особо не повышиваешь самое большое количество крестиков где мне удалось выжить прям целую нитку это вот здесь в гнезде два цвета один и второй по кругу все остальное это вот такими вот пятнышками вкраплениями и смотрится сейчас это все это очень пятниста как-то смазана размазана потому что здесь еще будут километры бэкстича все здесь будет обшиваться тоже все так очень дробненько подробненько в общем процесс очень очень сложный я правда настолько как бы усидчивый терпеливый человек все вышивала вышивала и мне кажется что мои две тысячи крестиков это как раз и будет наверное весь этот сюжет ну не весь ну вот какая-то большая часть мне же нужно еще выше тысячу крестиков поэтому буду как-то организовываться и в саге очень много ошибок очень много ошибок прям вот и цвета добавлены и на смещение и ну очень очень много ошибок и я подолго думала что же мне делать и сразу почему-то я не догадалась как говорил страшила сказки известны если бы у меня были мозги то я бы сделал то то вот если бы у меня были мозги я бы сразу открыла эту схему в пм наверное отредактировала бы ее и распечатала в крупном формате возможно я этим и займусь вы выберу время и действительно это сделаю буду вышивать по бумажке потому что ну или хотя бы увеличить схему которая у меня есть она вот видите четко но на очень мелкая очень 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 вот и конечно же зашивать по такой схеме по бумажной мне кажется никто не сможет у меня вроде бы зрение стопроцентно но это очень сложно потому что там еще бэкстич перекрывает постоянно значки и в постоянно тоже присматриваться сложно в общем процесс такой оказался совсем непростой я-то думала что я возьмусь сразу и как вышлю этот весь дизайн что здесь будет все просто оказалось все совершенно не так но мы сложности не боимся мы все преодолеем найдем решение просто мне не получилось вот этого быстрого отшивания как я себе планировала придется что-то еще подумать поработать как-то организоваться но сегодня и завтра мне нужно вышить еще тысячу крестиков просто не знаю как я здесь буду вышивать это очень сложно и очень нужно много времени чтобы вышить еще тысячу крестиков вот именно на этом сюжете наверное нужно было бы брать другой дизайну кстати это даже хорошо что я взяла раз я уж не взяла его я смогу себя организовать и все-таки дошить здесь все что все что нужно вот такие у меня здесь новости мы с вами еще увидимся завтра потому что я соберусь сейчас своими силами буду вышивать эту тысячу крестиков ну что она же игра мне хочется все-таки в этой игре вот так вот с первого шага не сдаваться продержаться поэтому буду вышивать и завтра покажу и расскажу как у меня здесь успехи и покажу вам еще один процесс который у меня хорошо продвинулся и идет он намного приятней и так процесс который у меня на этой неделе вышивался и очень хорошо вышивался это бескорнивот триолис рассвет вышивается на лугане 25 каунта в крестиком в одну ниточку через одну нить переплетение и что у нас по этому процессу здесь у меня первая половинка полностью завершена за исключением тут не хватает бисера я уже обшила и вокруг без корнем строчным швом чтобы можно было сшивать вот бисера здесь не хватает вторая половинка выше полностью крест и сейчас я здесь вышиваю бэксич золотой ниткой но это конечно сложное тоже занятие потому что здесь шаг очень мелкий в одну в две вот эти ниточки переплетения шаг ниточки этой 1 миллиметр поэтому приходится очень очень аккуратненько выкладывать выкладывать эти стежки вы знаете что золотые все эти нитки металлики не не очень послушные приходится с ними очень аккуратно работать ну уже часть рисунка у меня готова здесь одна треть рисунка еще мне останется конечно же может быть сегодня получится вышить кстати здесь я тоже контур уже обшила все готово осталось вышить только бэксич пришить бисер все и сборка мне будет моя без корню и кстати вот эта красивая иголочка она пойдет сюда в украшение эти как подходит прям идеально классно да вот мои нитки не только очень много осталось очень много здесь реально на 3 без корню может и больше и так покажу вам металлик которым вышивается бэксич это вот такая ниточка из 3 ой ну давай настраивайся из трех ниточек мне кажется не могу я не может моя камера сфокусироваться в общем здесь 33 ниточки в принципе металлик неплохой он не не слоится не махрится ему нужно отрезать конечно же не длинную нитку это всегда так принципе хороший металлик но в любом случае через одну не переплетение тяжело его укладывать да ниточки тоже не как-то смещаются и нужно все это очень очень аккуратно выполнять и считать сложно этот бэксич его здесь много все такое витиевато и в общем сложный тоже такой момент что-то у меня какие-то процессы прям такие все ну с какой-то изюминкой такой сложное что нужно что-то вот как-то посидеть преодолеть не просто крест и крест вот без корнюшка у меня наклевывается может быть завтра удастся мне завершить посмотрим что будет с моими тысячу крестиками на моих птицах и на этой неделе у меня есть очень приятная новость для меня для вас это финиш и перейдем к нему и так я к вам с долгожданным финишем долгожданным и для меня и для моих зрителей очень меня поддерживали девочки вконтакте на youtube мне очень очень приятно и болели за этих львов потому что ну я их уже так давно вышиваю же пора бы их и завершить и вот наконец-то свершилось ура они готовы постираны поглажены перед вами сейчас мы все внимательно посмотрим я сейчас уберу и нитки просто хотела вам показать все все материалы которые остались и мы будем рассматривать моих львов любоваться у этих львов тоже своя история в принципе как и у каждого процесса я начала эту работу в 2018 году тоже нашем совместном проекте про котов начала в отпуске мне захотелось чего-то новенького как-то себя порадовать начала я прямо в дороге в машине с верхнего угла вышивать полукрестом небо ну и потом этот процесс потихоньку вышивался как-то так ни шатка ни валка ну вот в этом году я планировала завершить его в нашем совместном проекте мои любимые коты 3 и немного то оставалось ну вот такое стечение обстоятельств что времени не нашлось и буквально недели не хватило чтобы эти львы завершились и я их уже завершила после нашего совместного проекта но тем не менее эти львы связаны со всеми проектами про котов они вышивались в двух сезонах и теперь готовы предстать перед вами процесс на самом деле очень легкий здесь много полукреста давайте все-таки уберу мы порассматриваем потом вернемся к ниткам сам это интересно все-таки работа до процесс легкий здесь очень много полукреста полукрест трава полукрест небо дерево единственное в траве кое-где есть крест все остальное полукрест крестом вышиваются настолько львы и есть немножко бэкстича в криве в морде у льва и львица обшивается тоже по кругу бэкстича немного этого бэкстича несложного но чуть-чуть в дереве там тоже какие-то веточки в общем для dimensions вообще ерунда но все хорошо проработано какая красивая грива у этого льва так и хочется погладить и львица ну шикарная работа что тут скажешь конечно же стоящая посмотрите все как классно проработано да сейчас уже когда смыта разметка и работа от утюжина можно полностью насладиться этим дизайном красками всей проработкой почувствовать вот этот обжигающий ветер который весь вот наверное обдувает льва и львицу потому что это саванна конечно же ветер там этот горячий на этой работе также мне очень нравится вот это дерево но вышивается легко полукрестом ну получается очень интересный эффект объемное дерево и ну ну на какое-то живое то что мне не нравится в работе это вот эта вся трава она вышивается в общем-то скучно потому что потому что все однообразное и как бы одноцветное да вот такое вот здесь все вот небо много очень очень много неба и тоже вы вышивать не очень-то весело ну там хотя бы все просто вот такие мои красавцы что по статистике размер работы 46 на 25 сантиметров у нас так заявлено на обложке у нас самой упаковки я померила после стирки кстати стирала эту работу я три раза в течение всего этого времени работа села буквально на пол сантиметра на несколько миллиметров а так ее размер практически такой как заявлено 46 на 25 вот и практически ее не перекосило хотя здесь полукрест и я вышивала полукрестом и так и сяк скорее всего это связано с тем что у меня была очень хорошая боковая натяжка потому что когда вышивала на пальцах на кюснапах у меня пол работы была вышита и ее потянуло прям вот очень сильно как только я ее переставила на раму сделал натяжку в принципе все когда потихоньку стала выравниваться и я практически ее не тянула не травмировала при отутюживании она вот сама выровнялась при боковой натяжке хороший вот такая здесь у нас красота полукрест небо вышивается в 2 ниточки и в одну ниточку для создания придания вот таких вот прекрасных интересных кучевых облаков что по ниткам нитки остались все вот они две планшетки ну понятно что здесь очень маленькое количество этих ниточек но тем не менее все есть также дополнительные цвета тоже остались немного но есть и вот хотел вам показать вот эти два цвета они меня давно смущали прям вот на самом старте ну куда деваться это 15 470 и 15 936 разные цвета разные оттенки да но они настолько похожи между собой до вида на камеру есть отличие но она очень очень маленькая и вот этими цветами вот здесь вышивается этот участок немножко сливается немножко сливается мне кажется что не очень удачный покрас не попался не так должен быть какой-то контраст побольше чтобы видны были эти какие-то сухие листья и стебли вот здесь а не так что как-то получается все немножко смазано ну в целость в целом картину это не портит потому что сам основной у нас взгляд идет все таки на львов а не на вот такие какие-то детали ну когда вышиваешь на это обращаешь внимание вот ниточки все остались уйдут запас и вот такую косичку я сплела с тех ниток которые я сняла с иголок здесь вообще все что было на органайзере я сняла и заплела вот такую косичку ну что после же вдруг мне прям вот какой-то нитки где-то не хватит ну можно будет ее хотя бы здесь тоже отыскать пусть лежит как говорится есть и не просит так дальше что еще здесь интересного не так сколько было ниток всего 29 цветов значков на органайзере 47 то есть было много блендов много полукреста и креста одним и тем же цветом из 29 цветов у нас получилось 47 значков органайзер у меня был очень очень такой большой я делаю вот так обычная спиненая такая основа да который упаковывают различные какие-то товары приклеиваю на двусторонний скотч значки из ключа из набора и прям сюда паркую иглы очень удобно и вы видите сколько значков 47 значков плюс сколько здесь 6 цветов бэкстича их две ниточки в одну ниточку и французский узелок даже есть да этот глаз где же французский узелок я пропустила нет не пропустила в глазах точно вышивала так что еще я вам хотела показать а изнанку меня просили показать изнанку ну девочки так у меня изнанка простая я не вышиваю идеальной изнанкой я вообще в этом плане очень ленивая потому что ну кто увидит нашу изнанку только я и в редких случаях вы увидите если я это перевернуть и покажу вот ну вот здесь видно что много полу креста и вышивала я в одну сторону полу крестом другого гобеленовым стежком вот здесь точно так же чередовала полу крест гобеленовый стежок здесь видно что крест но тоже часто смена нитки поэтому вот какие-то закрепки 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 а здесь я решила экономить нитки и стала вышивать только полу крестом думаю ну если поведет основу так поведет основу она уже была у меня такая перекошена дома буду экономить нитки вышивала только все полукрестом вы увидите ничего в принципе все выровнялась нормально есть вот тоже такие полосочки полукрест гобелиновый стежок в общем вот такая у меня и изнанка про самая-самая обычная с закрепками вот такая вот у меня изнанка что еще по этой работе края обработаны здесь лаком для ногтей это моя такая уже старая давняя практика и видите все очень-очень классно держится и приглажки ничего не прилипает прям вот правда рекомендую если у вас нет машинки нет возможности сделать проверлочить вот лак для ногтей тот который вам уже не нужен он уже не не пригоден можно использовать для вот обработки основы вот в общем в общем вот такая вот история с моими львами они наконец-то завершились очень-очень этому рада минус один процесс плюс один финиш в этом году меня получается это второй финиш не на почему-то в этом году прям считаю свои финиш и мне хочется сделать этом году 14 финишей даже если их не сделаю я не сильно-то не расстроюсь потому что но это вышивка это наше хобби игра но мне хочется вот чтобы один рукодельный год как-то себе преодолеть и сделать прям много вышивок красивых интересных как всегда вот мои львы красавцы вот такая вот у меня здесь получилась история на этой неделе очень насыщенная неделя получилось не знаю с чем это связано наверное время пришло завершаться работам ну а на этом я заканчиваю этот фрагмент будет еще наверное завтра включение также хочу показать вам нашу погоду которая случилась в афинах первый раз за десять лет я в афинах увидела столько снега у нас выпадал один раз снег но сразу быстро растаяло было совсем чуть-чуть а в этот раз выпало много снега прямо действительно такая зима получилось правда всего лишь на один день на следующий день все потайло но под эти ощущения впечатления конечно же это очень такой экстрим необычно люди в этот день забыли о масках о карантине забыли о всем дети выбежали играли в снежки любили снеговиков движения на дорогах не было ну в общем природа нам подарила праздник сделаю вам несколько включений уже в конце всех моих рукодельных историй для тех кто не любит видеоблоги чтобы могли посмотреть только о вышивке а кто любит блоги посмотреть как у нас в афинах проходила вся эта снежная история приглашаю вас еще на просмотр и так сегодня воскресенье и я спешу поделиться моими успехами за вчера за субботу и у меня есть еще один финиш на этой неделе неделя получилось у меня конечно очень продуктивная я этому не сказано рада и так что у меня вышивать за вчера я до вышивала как видите без корню и даже успела ее собрать теперь это изделие полностью готово и радует меня кстати вчера забыла вам показать вот такого бычка которого тоже мне подарила калина я просто его сразу вытащила из посылки и он отправился у меня на мой столик украшать вот такой красивый стеклянный бычок символ этого года вот так и так вернемся к без корню что у меня здесь во первых хочу показать вам планшетку с нитками как видите всех ниточек у меня хватило и даже очень много осталось кроме металлика металлик у меня полностью полностью закончился осталось на игле буквально там какой-то отрезочек кусочек причем что я очень аккуратно с ним обращалась и никаких у меня не было таких хвостиков больших либо что-то там у меня ниточка закручивалась я отрезала выбрасывала нет нет очень аккуратно пользовалась металликом но он заверш закончился практически весь поэтому вот металлика нужно быть аккуратным все остальное вот хватило и бисер и бусины схема вот просто лежит нитки я вам показала конечно же самое интересное порассматривать самую без корнюшку уже в готовом виде во первых как я сразу и говорила что бросается в глаза то что на фотографии идет основа белого цвета а у меня вот такого вот кремового цвета возможно здесь фотография просто выбелена на возможно действительно на белой основе вышивали вот так давайте я вот так использую как белый просто листик чтобы вам можно было хорошо показать эту без корню так давайте посмотрим на нашу без корню более внимательно сделала увеличение чтобы вы могли рассмотреть это изделие более подробно и так напомню что здесь вышивка идет на лугане 25 каунта через одну нить переплетения крестиком в одну ниточку идет вышивка размер изделия но самого квадратика 8 на 8 сантиметров и шаг переплетение 1 миллиметр то есть вот крестик получается у нас размером в 1 миллиметр конечно очень ювелирная работа непростая у кого проблемы со зрением я думаю не стоит вам браться за это изделие потому что требует концентрации конечно же внимание зрения вышивки здесь достаточно много видите вот первая половинчик она прям очень хорошо здесь зашито буквально вот сверху какие-то остаются такие узорчики не зашиты все остальное всего выше то и украшена без корню бисера и есть бэкстич золотым металликом так вот здесь вот такие квадратики и в центре центре вот здесь тоже вот они где бисеринки есть тоже такие как бы черточки металликом вот такая красивая вещица мне очень нравится с обратной стороны как она выполнена вот этот узор металликом он очень очень красивый смотрится как будто это не знаю какая-то восточная вязь тоже украшена всю бисера мне очень понравился этот рисунок и в серединке вот такая вот жемчужинка бусинка которая стягивает всю из корню сверху и снизу идет вот эта жемчужинка также хочу сказать по поводу по поводу наполнителя который был у нас в наборе его было очень мало практически на половину изделия всего лишь мне хватило но это не проблема я взялась своих запасов и наполнила на без корню ну вот такой момент раньше я помню вышивала не хватало наполнителя здесь мне не хватило и я воспользовалась своими запасами знаете и так хорошо набивала что она мне получилась ну очень очень такая набита хорошо пухленькая мне даже было сложно ее вот затягивать в центре потому что она такая она получилась очень 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 хорошо наполненная немножко сделаю воздухом вот такая красота что еще я здесь сделала я не пришивала бисер сбоку потому что мне не нравится знаете он цепляется за все и как-то вот и меня есть одна без корню с бисером сбоку мне не нравится я прям хочу постоянно переделать и выбрать оттуда этот бисер мне больше нравится чтобы был виден вот этот шов почему-то он мне больше симпатичен ну и как-то игрушка сама получается более аккуратно ее можно брать не цепляется этот бисер вот так мне нравится больше ну что еще можно сказать я очень довольна этим изделием в этом году у меня есть плавных вышить много разных изделий от риолис и без корню и зягу-гу и ракушка появилась ну в общем мне кажется будет очень интересно потихоньку вышивать все эти красивые штучки ну и как я вам показывала есть еще мне подарили вот такую иголочку счетную которая вот ну идеально подошла в тон к этой без корню и кстати эта иголочка светится в темноте вот этот вот эта бусинка первая большая светится в темноте мне было сложно поверить как бусинка может светиться и действительно я вчера и посмотрела она действительно светится но сейчас вам показать не смогу потому что освещение дополнительно стоит и как бы никому никак вот такая красота меня получилось посмотрите шикарная шикарно без корню я вообще просто в восторге называется рассвет напомню это без корню вот такая вот красота финиш ура также вчера я вышивала мой джанлин моих птиц мою весну то что мне нужно вышить по игре еще тысячу крестиков я вам показывал вот на этом сюжете весеннем и давайте вам покажу что получилось у меня выполнить за вчера вот такой прирост крестиков получилось вышить около 500 крестиков у меня в целом где-то тысячу пятьсот вышита примерно и нужно сегодня вышить еще 500 крестиков но я решила снять это видео все-таки отчитаться вам вышивать я буду скорее всего вечером потому что отчитаться можно до полночи поэтому буду вечером вышивать недостающие крестики и уже отчитываться в игре что могу сказать по по этой работе еще что могу добавить ну во первых сейчас все это смотрится очень пятнисто и ребисто потому что нет бэксича а бэксича здесь будет очень много и на него я буду настраиваться уже в какой-то день отдельно только вышивать бэкстич работа сложная как я говорила очень часто меняется ниточка приходится постоянно что-то закреплять два-три крестика эти три четвертые креста в общем работа непростая но получается мне кажется уже сейчас что-то вырисовывается получается очень нежно конечно нужно дождаться бэксича чтобы можно было полностью судить самое легкое что вышивалась эта птичка потому что здесь видите здесь два основных цвета их много поэтому было легко вышивать но работа действительно ювелирная если будете вышивать ни в коем случае не уменьшайте каунт каунт потому что будет очень очень сложно здесь у меня 14 каунт это его от обельхорн и я вам скажу что ну достаточно тоже мелко как бы получается потому что есть вот эти постоянно три четвертый креста если у вас набор менять обязательно на равномерку чтобы это была линда даже лучше линда чтобы был каунт побольше креслики будут еще аккуратнее ложиться и вам будет попросторней и еще какой момент я хотел отметить по данной работе а несколько слов по поводу основы вот сколько вышиваю на этой основе столько понимаю что это все-таки не для вышивки ну как картин да это для прикладной вышивки это для скатертей для салфеток для каких-то мешочков это не для нашей стандартной вышивки вышиваются нормально ложится нитка но все-таки ощущение и структура основы это не для вышивки картин это мое такое мнение и эту основу действительно я буду использовать в редких случаях от обельхорн вот эту еву может быть у них есть еще какая-то основа нужно конечно смотреть и чтобы разбираться в основах нужны все-таки какие-то знания ткани у меня их нет поэтому вот покупаешь пробуешь и потом уже делаешь выводы ну вот я делюсь своими впечатлениями вы тоже думаете если будете покупать и хотите использовать думаете покажу крестики вам поближе вот такие ровненькие красивые крестики но пока все очень пятнистое конечно же ждем бэкстича который я не знаю когда буду вышивать сегодня я до вышиваю 500 крестиков и дальше посмотрим что нам выберет рулетка в любом случае все мои новости вы увидите уже на следующей неделе в следующей рукодельной неделе а может быть уже сразу и отчет за месяц посмотрим о насыщенности недели на этом в принципе у меня всего я так подумала и поняла что я с вами рано попрощалась я же не определила новый процесс нас основной процесс на следующую неделю без корня завершила львов завершила да у меня есть мои птицы которых я буду сегодня вышивать но завтра рулетка нам выдаст новое задание там может быть другой процесс и в любом случае у меня освободился мой основной настольный станок на этом станке всегда я вышиваю те процессы которые идут к завершению они хорошо организованы и есть боковая натяжка и когда есть возможность время я сажусь и вышиваю какой-то процесс я долго думала какой процесс мне поставить потому что мне много разных начатых работы нужно тоже вести к завершению вспомнила что я участвую у оксаны диризы во флешмобе мы вышиваем мир и участвую я вот с таким интересным сюжетом это дименшинс мать земля вот такая прекрасная девушка все животные олицетворение мира любви на земле очень красивый интересный дизайн размер работы будет 41 на 28 сантиметров вышивается на аиде 16 каунта цвета да угры вот такая замечательная картина должна получиться и смотрим что у меня на моей основе а здесь у меня всего ничего совсем чуть-чуть процесс несложный это старенький дименшинс но как-то он не пошел потому что проблемная схема и проблемы с нитками здесь у меня ниточки оригинальные депикат есть цвета которые перетирались рвались и где-то не хватило мне терпения я ее отложила но понимаю что нужно возвращаться нужно решать проблемы заменить наверное какие-то цвета которые у меня рвутся и не нравится натянуть эту основу на мой станок взять боковую натяжку сделать какую-то разметку скорее всего нитками чтобы мне было проще и понятнее в общем взять хорошую организацию и потихонечку процесс пойдет у меня есть схемка в вопросе саги но там в нитках дмс и значки другие в общем нужно тоже как-то что-то делать решать вопрос по какой схеме я буду вышивать как-то ее редактировать настраивать конечно не очень хочется тратить на это время но скорее всего придется вот сейчас вам показываю схему которая у меня была в наборе она увеличенная здесь значки принципе видны но печать расплывчатая и даже цвета между собой значков сливаются и синие и зеленые они в общем-то как-то похожи между собой эти цвета и и сложно работать с этой схемой но видите я все-таки что-то вышивала если сильно в общем-то собраться с сконцентрироваться то нужно вышивать и по такой схеме я буду думать как мне удобнее будет либо по распечатанной потому что у меня уже под эту схему у меня ключ есть и мне как-то проще ориентироваться а иначе мне придется и ключ переделывать все переделывать тоже не хотелось бы вот ниточки как видите на картон очках так как и были в наборе только значки подписала больше ничего не делал ну в общем в общем стартовала с этим процессом быстро мне хотелось вступить к оксане тоже как-то там себя обозначить и поэтому дело было очень быстро и я не сильно сидела и думала как мне организовать процесс на все нужно время вот такой здесь участок вышит совсем немножко сам процесс легкий много полукреста но вот пока еще нет пэкстича буду сейчас заниматься этим процессом организации возможно сделаю еще одно включение покажу как у меня все организовалось подумаю как я буду вышивать этот процесс и начну его продвигать нужно его потихоньку вышивать в течение года чтобы он не залеживался вот такие у меня здесь новости увидимся в следующем включении и так я натянула основу на раму рама у меня здесь большая на 60 сантиметров станочек подготовлен есть боковая натяжка очень хорошо мне натянулась основа но остается теперь сделать разметку ниткой и подготовить другие материалы но этот процесс у меня будет идти в течение дня потому что есть еще и домашние дела не могу сейчас полностью посвятить себя только на вышивке и скорее всего все эти новости вы увидите на следующей акадельной неделе а на этом у меня все желаю вам хорошего настроения творческих успехов до новых встреч всем пока пока ребята у нас снег у нас настоящая зима первый раз первый раз за 10 лет моего пребывания греции в афинах выпало вот столько снега еще сыпит и сыпит действительно для нас это прям много снега не удержалась снимаю видео на балконе но еще выйду вниз обязательно пройдись покажу вам как у нас красиво со снегом а а Продолжение следует... Вот так выглядят мандариновые деревья в снегу. Редкое зрелище, конечно. Сейчас как раз сезон. Подойди поближе, чтобы было видно. Вот они, мандаринчики. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...